На поляну вышли трое, нет, лучше четверо, и начали показывать боевые искусства. Боем тут и не пахло. Начали кружиться, как бабочки. Один кружился всё быстрее, потом вспорхнул и улетел. Остальные последовали за ним. На поляне остались одни боевые искусства. Одни, как улыбка чеширского кота. И ничего не делали, корчили друг другу и всем застывшие маскарадные рожи. Впрочем, никаких всех не было. Был один я. И поляна, и куски коры, сосновой коры, в которую все они превратились. Я взял один кусок, потом другой, примерил их к себе, как крылья, потом сложил вместе и пошёл домой, никуда не взлетая. Дома давно ждала меня гнилая доска, которой эти крылья оказались как раз в пору. Да иначе и быть не могло. Не мне же на них летать. Гнилой ангелоид с крыльями выглядел устрашающе. Вот он на картинке. То, что они вымерли, его нисколько не смущало. Он не собирался вымирать. Он был тупиковой ветвью. А эти ветви живут бесконечно. В отличие от нетупиковых, бродят и оставляют чудовищные следы в горах, лесах и поднебесе. Вот вам и боевое искусство. Совсем не обязательно драться.